Вечный календарь. Одно из самых полезных и одновременно проблемных усложнений стало поводом нашей следующей встречи с Андреем Бабаниным, руководителем мастерской Точный ход. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, Вячеслав. Андрей, в чем фишка вечного календаря? Почему он так ценится в часах? Это такое неизведанное устройство, которое все пугает ценой, но оно используется в часах самого высокого ценового диапазона, среди других сложностей. Но, с моей точки зрения, это все-таки наиболее полезное усложнение, так как оно реально может помочь человеку, если он носит часы каждый день. То есть, благодаря вечному календарю нам не нужно заниматься тем, чтобы перещелкивать дату в конце месяца, который имеет всего 30 дней, и тем более в феврале. Да, конечно, и думать об этом даже не надо, он сам все сделает. То есть, когда-то, больше 200 лет назад, люди придумали своеобразный механический компьютер, еще до изобретения даже электричества, который сам позволяет, умеет вычислять правильное количество дней и отображать на циферблате. Да, все верно. В четырехлетнем цикле именно так все это и работает. Ну и мне кажется, мало того, что этот механизм полезен, он еще красив, потому что такое большое количество стрелочек на циферблате, оно всегда производит впечатление на владельца и на остальных. Это одно из самых эстетических, наверное, усложнений, которые можно еще посмотреть, как оно сделано. И у меня сразу вопрос по поводу стрелочек. Есть часы с вечным календарем, у которых указатель месяца имеет 12 месяцев, а есть часы, в которых у указателя месяца целых 48 позиций. И выглядит это масштабно круто. Какой из двух механизмов сложнее в реальности? Ну, сам посложнее, конечно, механизм с 12 месяцами. У этого механизма есть некое преимущество, просто проще прочитать название месяца, какой месяц сейчас. Но это усложнение требует немножко больше деталей для того, чтобы оно так правильно работало. Сам программатор 48 месяцев, это такое колесо, в котором имеются прорези определенной величины, и их там 48 штук по количеству месяцев. Давай я его тебе покажу. Итак, перед нами механизм вечного календаря с программатором на 48 зубьев. В нем 4 длинных пропила, это феврали. Один из них более короткий, это високосный февраль. Также обратите внимание на щуп, который меряет, какой зубьев находится в данный момент. В данный момент стоит октябрь. Кстати говоря, мы с Андреем планируем не только показать, как устроен вечный календарь, но и показать в работе его детали. Андрей, сколько деталей в механизме вечного календаря? Может быть достаточно большое количество, и больше 300, и больше 400. Но бывают схемы достаточно простые. Вот, допустим, Паток 240Q имеет всего 275 деталей. 275 это примерно на 60 деталей больше, чем в таком же механизме, просто без вечного календаря. Да, все верно. На самом деле устройство вечного календаря, оно только кажется очень сложным, на самом деле оно не очень сложное. Мы поговорили и показали программное колесо, а какие другие детали являются важными, особенными в механизме вечного календаря? Можем показать? Да, конечно, я сейчас вам покажу. Как я рассказывал ранее, обращаем внимание на программатор с 48 зубьями. Длинные пропилы это феврали, менее длинные из них это високосный февраль. Также обратим внимание на колесо даты. Сверху у него установлена специальная улитка. Эта улитка нам будет помогать в переключении календаря. В конце месяца. Также обратим внимание на вот эту конструкцию всю. То есть вот этот вот рычаг, он самый важный. То есть именно он взаимодействует со всеми элементами. Одним концом он, специально пальцем, он работает с программатором. Одним пальцем он работает с улиткой. Одним пальцем он работает с колесом даты. И еще вот у него одним пальцем он работает вот эта звездочка, это дни недели. Вся эта система вводится через от часового колеса, через суточное колесо. Эта система взводится. Чем отличается механизм с 48-месячным колесом от 12-месячного? Ну достаточно, 48-месячное колесо достаточно простое, потому что в нем все пазы уже прорезаны заранее, имеют определенную длину и не меняются. Но недостаток этого календаря является то, что достаточно сложно на циферблате прочитать название месяца. А 12-месячный календарь более читабельный, естественно. Но ввиду того, что длина дней в феврале меняется, поэтому одна из ступенек в этом колесе, она имеет специальное устройство, меняющее глубину этого паза. Это устройство состоит из мальтийского креста и специального колеса с выступом, которое делает один оборот за 4 года. Соответственно, этот выступ, он подходит в нужный момент к високосному году и позволяет сделать прорезь несколько короче, чем в остальные феврали. Все месяца в году имеют разную длину. И мы обещали показать нашим зрителям, как работает механизм календаря. Можем попробовать сначала самый простой случай, месяц, в котором 31 день. Да, естественно. Причем выберем произвольное число, потому что механизм переключения обычного числа и последнего числа немножечко отличается. Давайте. Приступаем. Сейчас мы попробуем это сделать стрелками. То есть, мы берем, плавно крутим стрелки вперед, у нас происходит взвод этого рычага. Вот он пошел вверх. У нас сейчас стоит не конец месяца, поэтому календарь работает в обычном режиме. То есть, вот он собирается перевести число, день недели, и мы, значит, и еще и луну. Вот закончился перевод. Все. Дальше, дальше. Так календарь будет работать большую часть времени, пока не будет конца месяца. Со средними числами месяца все просто. А что будет происходить 31 октября? 31 октября переключение будет осуществляться несколько по-другому. И мы сейчас увидим, для чего нужна эта улитка, которая вроде как была не нужна. Теперь мы рассмотрим, как это происходит в конце месяца. То есть, мы сейчас взяли произвольно один день, но посмотрим, как это происходит в конце месяца. В конце месяца это происходит немножко иначе. То есть, в данном случае у нас начинает работать эта улитка. И мы посмотрим, как это делается. Итак, я подготовил календарь на конец месяца. Сейчас у нас 31 октября. Мы должны переключиться на 1 ноября. Календарь готов к заводу. Итак, он, как видите, начал двигаться рычаг, который ответственный за перевод всех дисков, колес. Но обратите внимание, что теперь перевод даты осуществляется специальным рычагом. Крутим. Произошел перевод даты на одно число. Программатор занял место следующего месяца, ноябрь. Палец углубился на немножко глубже, что соответствует месяцу в 30 дней. Я рад, что у нас теперь уже настал ноябрь, в котором не 31, а 30 дней. Давайте посмотрим, как происходит переключение последнего числа месяца, переключение месяца, вот в такие короткие месяцы. Сейчас у нас переключение должно осуществиться за два этапа. Приступаем. Итак, мы посмотрели, как работает криминал в произвольный день, а также в конец месяца, когда у нас 31 день. Увидели, что есть небольшая разница. Один раз это переключается одним пальцем, в другом случае это другим пальцем. Сейчас мы посмотрим, что происходит, когда в месяце 30 дней. Я его выставил сейчас на 30 ноября. И сейчас посмотрим, что у нас происходит. Итак, я кручу стрелки. И обратите внимание, что палец начал толкать колесо даты вперед. Итак, произошел один щелчок. Дата перешла на одно положение. И далее идет второй щелчок. Итак, календарь перевелся с 30 на 1 число. Наш механизм работает гораздо лучше, чем механизм, который управляет погодой. По крайней мере, в городе, в Москве. Потому что, если часы на зиму уже переключились, то погода за окном пока переключаться на зиму не собирается. И я предлагаю из зимы, которая так и не началась, попробовать перейти сразу в весну. Андрей, покажи, пожалуйста, как будет происходить переключение в конце февраля. Учтите, что это будет самое интересное переключение, потому что число должно переключиться 4 раза. За одно движение стрелок. За один вечер. За один вечер. Да. Попробуем. Итак, я выставил календарь на февраль. Обратите внимание, что палец считывающего устройства в самом глубоком пазу программатора. Сейчас у нас 28 число стоит. Посмотрим, что произойдет, когда мы будем переводить стрелками календарь вперед. Обращаем внимание также на вот этот палец, который нам сейчас будет толкать число аж на целых 4 дня вперед. Один щелчок, два щелчка, три щелчка, четыре щелчка. Календарь завершил перевод. Возможно, некоторым до сих пор не стало понятно, как все-таки это работает, но принцип такой. Чем больше у нас перемещение рычага в паз, тем у нас больше перемещение толкателя. Соответственно, чем глубже он попал в паз, тем на большее количество зубьев он протаскивает колесо. Вот и весь секрет. Супер. Андрей, у тебя на столе помимо этого механизма лежат еще часы с ретроградным указателем даты. Что можешь рассказать про эту схему? Эта схема тоже по-своему интересна. Ретроградную дату придумали не просто так, а для того, чтобы лучше использовать пространство циферблата. Обычно частицы с ретроградной даты имеют лучшее восприятие этой самой даты, поэтому эту дату используют в вечном календаре. Механизм, предположим, ретроградного часа не считается сильно сложным. Он содержит в себе всего несколько деталей и реально достаточно прост. Насколько я понимаю, механизм даты в вечном календаре, механизм ретроградной даты в вечном календаре имеет совсем другую конструкцию. Отчасти да. Безусловно, это значительно более сложный механизм, даже по сравнению с тем календарем, с которым мы ознакомились сейчас. Но он значительно более тонкий в настройке, чем данный механизм. А если говорить про настройку, то почему вечный календарь считается действительно сложной конструкцией? Ведь количество деталей на самом деле не так и велико. Сложность, прежде всего, заключается в том, что он часто делается именно вручную, подгоняется. Каждая пружинка, которая должна с определенным усилием работать. Кроме того, это, естественно, большое взаимодействие колес одновременно. То есть, именно от слаженности работы всего этого устройства будет зависеть надежность календаря, который должен в течение всего срока не ошибиться ни на один день. И если говорить про регулировку в процессе ремонта, то какие детали, опять же, оказываются самыми трудоемкими для регулировки? Самый сложный в настройке является эта деталь, этот рычаг, который одновременно переводит несколько колес. Колесо даты, колесо дня недели, а также измеряет глубину паза. Вечный календарь был изобретен больше 200 лет назад, но остаются очень популярные конструкции и сегодня. Какие основные типы механизмов с вечным календарем можно встретить сегодня на рынке? Можно ли сказать про какие-то специфические модели? Ну, безусловно. Хотя я бы заметил, что разделить надо достаточно просто. Есть системы, которые используют старый классический вечный календарь, а также есть системы, которые уже придумали что-то новое, производители придумали что-то новое. И система отображает, ну, несколько... Современный взгляд на эту проблему. К старым, наверное, мы отнесем основные часы в классическую, естественно, школу. Это Марк и Брегеа, это Ваширон Константин, это Патк Филипп, это Жерар Перего. В принципе, даже вот созданный ИВЦ вечный календарь тоже создан на старой схеме, хотя он немножечко отличается, как все, что сделано в ИВЦ. А также я бы отдельно заострил внимание на вечном календаре Лиснардин. Который имеет возможности для ручной корректировки самим владельцем. Имеет возможность ручной корректировки и ИВЦ тоже, но ИВЦ это только в одну сторону, поэтому если вы случайно ошиблись на одно число, то обратно... Придется подождать. Да, придется подождать. И хорошо, если вы ошиблись на день, а не на год. А бывает, у нас был случай, когда и на 8 лет ошиблись, потом поняли, что уже деваться некуда, надо нести в сервис. А восстановка календаря в этом случае очень дорогая. А Лиснардин в этом плане, конечно, исключительно удобный для пользования владельцем, потому что этот календарь шикарно уставляется вперед и назад. Кроме того, он оснащен большой датой, так что он удобен даже людям, у которых достаточно слабое зрение. Но наверняка есть ли какие-то оборотные стороны? Оборотной стороной является чертовская сложность этих часов. Каждый раз это является испытанием для мастера, чтобы их настроить и отрегулировать для того, чтобы они работали как положено. Ну и можно в конце дать какие-либо советы или по выбору механизмам с вечным календарем, или советы владельцам часов с вечным календарем? Советы владельцам прежде всего носите их почаще. Для того, чтобы не останавливались. Для того, чтобы эта функция работала. Общим недостатком вечных календарей являются утопленные кнопочки, которыми выставляем время. Если ими часто не пользуются, они, естественно, закисают. И надо хотя бы убедиться, что если вы случайно нажали, она туда провалилась, чтобы она вышла обратно. В данном случае вы не испортите механизм. Поэтому пользуйтесь чаще, как можно, чтобы все работало, чтобы часы приносили удовольствие. Ну что ж, Андрей, спасибо большое за рассказ, за демонстрацию работы механизма. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Если есть вопросы к Андрею Бабанину, оставляйте их в комментариях под этим видео. И подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много интересного из мира красивых вещей и вот таких сложных механизмов. До новых встреч! До встречи!